Далеко идущие последствия в Европе представили доклад об угрозах из-за строительства Северного потока-2. 2 июня 2019 года, 8 часов. Юлия Гуреева, Анна Лушникова. Эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии с Украины заявили, что Россия якобы оказывает политическое давление на другие страны при помощи энергетических ресурсов. Аналитики выступили с соответствующим докладом в представительстве Чехии в ЕС. Примечательно, что работу исследовательской группы оплачивал Американский национальный фонд в поддержку демократии. Авторы документа призвали Брюссель пересмотреть отношения к Северному потоку-2, который якобы угрожает энергобезопасности Европы. Как пояснили российские политологи, доклад отражает позицию США, которые намерены помешать реализации проекта. Опрошенные АТИ специалисты отмечают, что крупные европейские государства и Россия не откажутся от Северного потока-2, несмотря на внешнее давление. Группа экспертов СИИ Украины, а также из Молдавии, Грузии, Венгрии и Румынии подготовила доклад о том, как, по их мнению, Россия оказывает политическое влияние на государство при помощи энергетических ресурсов. Аналитики озвучили результаты своего исследования в представительстве Чехии в ЕС в рамках мероприятия, посвященного десятилетию программы «Восточное партнерство». На нем присутствовали представители Госдепартамента США и Еврокомиссии. Работу группы финансировал Американский национальный фонд в поддержку демократии. Чрезмерная зависимость от российских энергоносителей ставит под серьезную угрозу не только энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы, но и грозит подорвать более всеобъемлющую и основополагающую цель повышения качества государственного управления в регионе, что могут подтвердить многие страны, участники «Восточного партнерства», говорится в докладе, с которым ознакомился. Многие западные лидеры просто не понимают. Сотрудничество с Россией в сфере энергетики, как считают авторы, несет риски для Евросоюза. Так, они утверждают, что «Газпром» якобы заключал жесткие долгосрочные контракты, чтобы доминировать на европейском рынке. В связи с этим авторы советуют ЕС пересмотреть свое отношение к экономически нецелесообразным проектам «Северный поток», «2» и «Турецкий поток», а также задуматься об истинных целях российской компании. Также по теме проекта «Добрин», Меркель оценила вероятность остановки «Северного потока», «2» и «Еврокомиссия не сможет остановить реализацию проекта «Северный поток», «2» даже с учетом поправок к газовой директиве ЕС», заявила. «Предстоит проделать немало работы, поскольку не все вовлеченные игроки на внутреннем энергорынке ЕС в полной мере осознают опасность чрезмерной зависимости от российских энергоносителей», считают эксперты. Авторы документа также высказывают мнение, что «Северный поток-2» якобы подрывает энергетическую безопасность ЕС. Исследователи опасаются, что РФ сконцентрирует транзит газа в северо-западную Европу только на одном маршруте – северном, и не станет поставлять топливо через Украину. Кроме того, по их мнению, реализация проекта может способствовать распространению коррупции. Это серьезная угроза для энергетической безопасности ЕС. К примеру, всего один теракт или одна крупная авария могут привести к уничтожению обеих ниток «Северного потока». И наконец, что немаловажно, данный проект может способствовать распространению в Европе российской коррупции, чего, по всей видимости, многие западные лидеры просто не понимают, высказывают свою позицию авторы. Они также призывают Еврокомиссию полностью реализовать принципы энергетического рынка, в частности предоставить доступ третьим сторонам к «Северному потоку». 2. В апреле Совет Европы одобрил поправки к газовой директиве С. Документ распространяет на морские газопроводы ряд требований, включая доступ третьих стран, а также запрет для добывающей газ компании одновременно владеть газопроводом. Борьба за лакомый кусочек спонсируя подобное исследование, Соединенные Штаты пытаются помешать строительству «Северного потока». 2. Пояснил в беседе «С.А.Т.» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Таким образом США намерены повлиять на европейских покупателей и донести до них месседж, что Россия — ненадежный партнер, будто она может манипулировать своими топливно-энергетическими ресурсами для достижения политических целей. «Это пример недобросовестной конкуренции», — сказал он. Топорнин добавил, что речь идет о борьбе за платежеспособный энергетический рынок Европы, который нацелен на длительное сотрудничество со своими партнерами. Европейские страны активно развивают промышленность, а значит, поставки газа будут иметь долговременный характер. На них завязана большая часть энергоемких производств, например, автомобилестроение. «Европа — лакомый кусочек для всех энергетических компаний», — отметил политолог. Ранее США неоднократно заявляли, что готовы ввести санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». В российском МИД возможные ограничительные меры назвали негодным политическим инструментом, выкручивающим руки европейцам. «Наша позиция известна — «Северный поток-2» — это абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы». Подобные заявления о санкциях. «А.Т. — это негодный политический инструмент, чтобы США обеспечили себе более выгодные условия для экономической деятельности, а попросту говоря, заставить европейцев покупать более дорогой американский газ», — сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Отметим, 31 мая госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать вероятность введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации «Северного потока-2». «Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока не введем их, к этому нечего добавить», — заявил Помпео по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайком Аасом. Грузия и Украина — пример для Европы. В качестве примера якобы недобросовестной политики России авторы доклада приводят действия Москвы по отношению к Молдавии, Грузии и Украине. По их словам, Россия — монопольный поставщик газа в эти страны и якобы играет не по западным правилам. Также по теме неэкономические, а политические заявления, почему Помпео призвал остановить строительство «Северного потока-2» г. секретарь США Майк Помпео призвал остановить строительство «Северного потока-2» по мнению главы американского. Агрессивные действия России в этих странах и их далеко идущие последствия для демократического государственного управления должны открыть глаза Западу. Молдавия, Грузия и Украина — подопытные кролики, на которых Кремль демонстрирует свою силу, пользуясь растущей энергозависимостью этих стран и слабеющими от систематических нарушений принципа верховенства права институтами власти, отмечается в докладе. По этой причине авторы рекомендуют Евросоюзу поддерживать страны восточного партнерства, в том числе и финансово. Отметим, что Украина выступает с резким осуждением «Северного потока-2». Так, премьер-министр страны Владимир Грайсман назвал проект разновидностью энергетического оружия России. Строительство газопровода не одобряют также Польша и страны Прибалтики. «Северный поток-2» не поддерживают те, кто, как правило, следует в форватере политики США, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности Ран Константин Блохин. По его словам, генератор мнения этих государств находится в Вашингтоне. Страны вблизи России представляют стратегическую ценность для американских планировщиков. США используют их как инструмент давления на РФ с целью дестабилизации, как в экономическом, так и в военно-политическом плане, заметил Блохин. Николай Топорнин, в свою очередь, добавил, что крупные европейские игроки признают выгоду проекта. В Германии, Австрии, Франции понимают, что «Северный поток-2» выгоден для европейских потребителей. У них не так много надежных поставщиков, у Норвегии объема меньше, чем у России, а условный американский СПГ еще неизвестно, когда будет, сказал он. Как заявил президент России Владимир Путин, Москва готова идти до конца в реализации «Северного потока-2». «Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения», сказал он по итогам встречи с австрийским лидером. Российский президент выразил сожаление из-за того, что переговоры со странами ЕС затягиваются. «С турками легче работать, чем с европейцами». Вот Эрдоган решил и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит, это печально, пояснил Путин. «Национальный фонд в поддержку демократии». Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28 июля 2015 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова